Ревью, если всем самый большой привет, давайте дадим обладающиеся. Сегодня у нас будет открытая встреча с Иратом Ринатовичем, и мы будем слушать ответы на самые интересующие нас вопросы. Давайте сразу, хочу узнать, вам говорили про какой будет формат встречи? Давайте так. Кто знает, какой будет формат, просто руки поднимите, чтобы мне понять, насколько нужно объяснить. Ага, хорошо. Ну что, давайте немножко вам расскажу, что у нас с вами сегодня здесь будем ждать. Во-первых, самого приятного, самого хорошего. Каждый из вас сегодня сможет задать свои вопросы, возможно, у вас есть что-то, что нужно, причините министра. У нас будет около 40 минут времени, когда вместе с вами мы будем задавать вопросы. Соответственно, будет два формата. Давайте сразу начнем. Я понимаю, что, возможно, кто-то из вас будет стесняться задать вопрос министру лично. Поэтому есть вариант такой, что у нас здесь есть QR-код с телеграм-каналом. Там будет пост. Пять минут. Туда нужно писать комментарии, в комментарии свои вопросы. То есть, если вы не хотите лично задавать, стесняетесь, то пишите в комментарии туда свой вопрос по этому QR-коду. Я буду их зачинывать министру, мы будем на это отвечать. Разумеется, есть вариант номер два. Если вы не стесняйтесь, если вы уверены в своих силах и хотите задать личный вопрос, то когда дойдет время до этого, просто поднимайте руку, к вам подойдут девчонки с микрофонами, и вы спокойно сможете задать вопрос. Вот это первое. Кроме того, первый час у нас с вами тоже пройдет в формате вопрос-ответ. Только немножко по-другому. Смотрите. Министру тоже интересно узнать немножко про вас, кто здесь находится, кто здесь сидит. Поэтому первый час он будет вам задавать вопросы с помощью QR-кода, который чуть позже здесь появится, сможете отвечать на его вопросы. Мы это будем все анализировать и комментировать, разумеется. Должно быть очень интересно. И кроме того, весь момент, смотрите, мало ли вот тут вот справа есть QR-код. Это Wi-Fi. Если у кого-то плохо ловит интернет, пожалуйста, сканируйте QR-код Wi-Fi, подключайтесь, и с интернетом все будет хорошо. Еще раз напомню, это вот у нас Телеграм-канал, куда можно будет писать вопросы. Это будет во второй части нашей встречи. Вообще встреча будет состоять из трех частей. Смотрите, первое, это когда министр будет вам вещать. Он будет вам задавать вопросы, и вы сможете на них ответить. Часть номер два – это когда вы задаете вопросы с помощью Телеграма или вживую. И у нас есть еще, разумеется, третья часть встречи. Она будет неинформальная. Она начнется к шести часам, может быть, чуть-чуть пораньше. Мы будем смотреть на то, насколько у вас будет много вопросов. На верху, на крыше будет информальная встреча, где вы уже запрошено, с приятной музычкой сможете устроить, как это модное слово, нетворки. Пообщаться с тем, кто познакомится, и в том числе лично подойти и задать вопросы министру или совместителю министра. Вот как-то так. И прежде чем мы вообще куда-то сейчас перейдем, я хочу узнать, может быть, у вас есть какие-то вопросы или предложения в формате нашей встречи? Может быть. Все понятно. Все понятно. Окей, хорошо. Мне было сказано сделать одну важную вещь для всех, кто тут находится. Встреча с министром – это такой момент, который может вызывать волнение некоторое. И очень важно создать приятную атмосферу внутри вот нашего вот этого сообщества, которое здесь собралось, чтобы все испытывали что-то такое приятное, хорошее, не волноваться, не стеснялись. Поэтому сейчас я хочу с вами немножко поговорить, чтобы разрядить обстановку, чтобы все здесь максимально расслабились. Поэтому сейчас я задам пару вопросов. И начну вот с чего. Первое, что мне интересно, лично я с эти сферой мало связан. Мой максимум с эти сферой – это вот в кибер-арене, то есть дети поиграть в игры. Это вот как-то связан с этой сферой. Но здесь у нас всегда, понимаете, специалисты, предприниматели и так далее. И давайте начнем вот с чего. Кто здесь резидент IT-парка? Есть такие резиденты вообще? Поднимите руку. Ага, супер, отлично. У кого есть свой бизнес, но вы не резиденты? Есть такие предприниматели, но не резиденты. Отлично. Супер, уже интересно. А кто? Программистер. Программистер. Линия бизнесная, она именно программистер. Ага, супер. А есть ли те, кто никак не связан с эти сферой? Мало ли, просто пришли немножечко посмотреть. Все связаны с эти сферой? Серьезно? Окей, супер, хорошо. Окей. Друзья, а есть ли те, кто заранее подготовил вопросы к министру и уже ждет и дождется, чтобы что-то им сказать? У кого есть вопросы? Ага, как видим, одна, две, три, четыре руки. Окей, 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 хорошо. Я же правильно понимаю, что кто-то сегодня пожертвовал своей работой ради этой встречи? Да, есть такие? Да. Кто пожертвовал работой? Ага. И вы рады, что получилось прийти вместо работы сюда? Мы пока не знаем. Вы пока не понимаете? Правильно. Правильно. Я тоже пока еще не понимаю, да, что у нас шлет еще, что здесь будет интересного. Окей, хорошо. В целом здесь все примерно понятно. Кроме того, мне еще, кажется, было бы прикольно узнать, какой здесь возраст. Кто здесь входит в категорию молодежи? До 35 лет. До 35 лет на молодежь нельзя. Ага. Все, молодежь есть у вас. Тогда знаете, что я предлагаю? Мы сами, да, молодежь? Мы еще как бы здесь огонь в крови, и такое вот идет. И нам нужно, мне кажется, показать примеры, немножко зарядить друг друга. Поэтому давайте все, кто здесь представляет молодежь, на счет 3 просто громко поаплатируем, чтобы вот всем показать, что молодежь здесь. На счет 3. Давайте. Раз, два, три! Ага. Ну все, приятно, приятно договорились. Окей, хорошо, друзья. Ну что, мы с вами действительно скоро будем начинать. Только единственный момент я еще хочу точить. Вроде мы с вами поговорили, выяснили, что к чему. Но, возможно, кто-то еще испытывает волнение. Поэтому давайте так. Кто сейчас находится либо в состоянии волнения, либо кого может быть напряженность? Здесь очень... Кто здесь чуть-чуть испытывает дискомфорт сейчас? Просто честно, поднимайте руку, потому что хотя бы чуть-чуть дискомфорт сейчас. Ага. Раз, рука. Веруки, зато честно. Хорошо. Супер, да. Спасибо. В чем заключается ваш дискомфорт? Волнение. Волнение. У вас есть вопрос, да, какой это будет? Наверное. А вы безусловно? Президент Утипарка? Нет. Тогда понятно, чего вы испытываете волнение. Возможно, да, не хватает президентства в Утипарке. А есть, кстати, кто планирует стать президентом Утипарка, но еще не стал вообще? Кто хотел бы сюда? Окей. Раз, два. Две руки здесь. Мне кажется, даже три. Мне кажется, сегодня вы можете к министру задаться таким вопросом. Можно ли меня сделать президентом Утипарка? Еще не нет? Окей. Хорошо. Ну ладно, друзья, все. Мы с вами сейчас поговорили. Давайте только на потом договоримся, как к нам придет министр. Вот как молодежь аплодировала, я также попрошу всех, как мы и представим министра, давайте все, самое главное, громко поплатим в этот момент, когда он придет, чтобы его зарядить, чтобы вот такая там все-таки она здесь появилась и все. Напомним, формат встречи сперва министра, потом мы задаем вопросы, а потом и формально встречный хуб с фуршетом, с музыкой и с приятными разговорами. Ну что, всем хорошего настроения, еще раз дайте аплодисментов. Отлично, спасибо, все. Мы находимся в состоянии ожидания, как только мы будем готовы. Добрый день всем, очень рад всех приветствовать. Здесь, во-первых, приятно видеть знакомые лица, видеть предпринимателей, IT-бизнесменов, ребята, которые работают в IT-индустрии. Потому что только благодаря вашему знанию, вашему опыту мы сможем вместе развивать комфортную бизнес-среду для развития IT-бизнеса. И наша общая цель сегодня поговорить на эти темы, я буду очень благодарен получить от вас обратную связь, предложение, как нам вместе продолжить то движение, которое мы когда-то начали давно, и в то же время дать новые предложения, идеи, которые, может быть, ссылки каких-то причин мы не видим, не понимаем. И где-то, может быть, мы не идите на работу для того, чтобы в Татарстане, в том числе и вам, как предпринимателям, и тем компаниям, которые могли бы переехать в Татарстан, и те молодые студенты, которые выбирают профессию, и даже сегодня выбирать такой выпуск, и в пару лет уже будут создавать свои собственные компании, хотели и получали нужный бизнес-эффект для развития своих бизнесов. Поэтому цель встречи, она такая, очень достаточно простая. Наверное, я несколько слов все-таки перейдем к формату вопросов, ответов, комментариев. Наверное, на все вопросы, может быть, я и не успею, или какие-то вопросы я не смогу ответить. Я буду максимально стараться для того, чтобы получили максимально существующую информацию. Мы решили поступить следующим образом. У нас будут два способа коммуникации. Кому удобно, могут просто в негативном канале, там есть заметочки, можно в комментариях писать вопросы, пока заходил уже более, ввести вопросы в данные педали. Кому удобно, можно будет поднимать руку, помощники помогут, дать микрофон или голоса, на эти вопросы вам отвечать. Ну, и в конце, наверное, на какую-то такую небольшую как бы нетворкинг-пати поднимемся на террасу, продолжим общение там, я думаю, что не только общение со мной, но, наверное, многие из вас могут и друг с другом познакомиться, и вот такой небольшой привести хорошее окончание рабочего дня. Предлагаю вот такую повеску сформировать. С чего, собственно говоря, мы начнем. Предлагаю немножко сделать небольшой разминку, даже вот немножко вот этот, как бы, снять вот эту некую такую дистанцию. Тренировали, вот сейчас встречайте министра, там, того и всего. Я вот эти вещи очень сильно не люблю. Мы должны быть с вами на прямой связи, поэтому, чтобы вот этот, как бы, снять вот эту дистанцию, там, начальника или министра, я предлагаю достать смартфоны наши любимые, да, как у нас всегда по-другой. Одны сделали небольшую вот такую перекличку, небольшой такой, как вопрос. Хотелось бы, чтобы просто поднятийте у нас в аудитории. По кваркоду попадете вопрос. Вопрос звучит очень просто. Опишите, одним словом, свою биографию, да. И дальше мы перейдем к моей презентации, и где-то, наверное, это тоже будет не помогать. И посмотрим, что же у нас здесь, собственно говоря, получится. 112, 116, 121 уже человек, как бы, участвуют, печатают. Е�GO. У нас. У нас. У нас. Продолжение следует...